Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Начинаем новый влог. И влог я сегодня начну немного необычно. Сегодня в начале я сделаю пару таких зарисовок моего обычного дня. То есть мое утро, как оно проходит, в принципе, и почему. Потому что часто спрашивают про мой уход, про такую именно вот, в принципе, обычную для многих рутину. Но девчонкам интересно, как, допустим, я планирую свой день, с чего я начинаю свой день и как бы так далее. Но сегодня я вам покажу вот такое свое утро. Если вам будет интересно, то я буду снимать что-то еще подобное. Но я не буду как бы снимать все утро, но, в общем-то, покажу, вкратце вам расскажу свой такой стандартный базовый уход за лицом утром. И, в принципе, дальше. Потом мы с дочей пойдем в магазин, тоже поснимаю. То есть я уже заранее это снимала, сейчас такой как бы вставку делают своего утра, чтобы более как-то подробно вам рассказать. В общем, с чего начинается мое утро? Вообще, так как я, в принципе, вам во влогах говорю, что сейчас я стараюсь именно корректировать свою жизнь в плане питания, спорта и всего остального. И раньше, допустим, я просыпалась там по-разному. Я могу, в принципе, и в 7 утра проснуться, и в 8, и в 10, как бы, ну, 10, наверное, максимально позже. Когда уже я встаю позже, у меня уже потом болит голова, день уже какой-то не такой, он быстро заканчивается, неэффективно это все проходит. Поэтому больше мне нравится просыпаться пораньше, то есть в среднем я встаю где-то в районе 8 часов утра, как бы делаю акцент на то, что я фрилансер, то есть я работаю удаленно, мне не нужно к определенному времени ехать на работу. И, соответственно, я просыпаюсь, бывает даже чуть раньше, какой-то период времени я старалась вставать часов в 5, в 6, я думаю, многие читали книгу «Магия утра». Да, это, конечно, мотивирует, но все-таки я поняла, что самый ранний подъем для меня это 6 утра, это оптимально, это я, допустим, просыпаюсь, сделаю завтрак мужу, он едет на работу, там, дочь, в сад, теперь уже в школу мы скоро идем. В 5 утра для меня как-то не очень комфортно все-таки, как-то не могу я все равно это время уделить себе в том плане, что там прям помедитировать, пока все спят. Нет, все-таки мне комфортнее вот в это время, допустим, там, мои уходят в садик на работу, и, соответственно, я потом уже могу себе это время уделить. Если бы, конечно, я работала где-то, имея в виду не удаленно, тогда бы я просыпалась в 5 утра, чтобы какое-то время уделить на саморазвитие себе. Вот, в общем, просыпаюсь я в такое время, и я сейчас не завтракаю так рано, потому что для себя я все-таки сделала такой определенный план питания, комфортный. Мне, я вам рассказывала, это, ну, можно сказать, интервальное голодание, но я не совсем прям придерживаюсь такого интервального голодания. У меня по графику где-то идет в районе 11, пол-одиннадцатого, 11 я завтракаю только, и я уже, в принципе, привыкла к такому режиму, мне раньше не хочется завтракать. Далее где-то в районе, если по питанию, потом я обедаю где-то в районе 3 часов, 3-х, пол-четвертого, и последний прием пищи у меня либо в 6, либо максимум в 7. После я уже ничего не ем. Вот, соответственно, исходя из этого, если я просыпаюсь рано и начинаю строить день свой, допустим, с 8 утра, это у меня первое, это, конечно, уход за собой и тренировка. А да, конечно, сложно там, допустим, делать какую-то тренировку прям тяжелую, там, надо как-то, не знаю, морально к этому и физически готовиться, это будет сложно. Но я стараюсь не перегружать себя так, а просто каждый день делать упражнения, то есть я могу там какие-то приседания, пресс покачать, упражнения на ноги, то есть я делаю не такую большую нагрузку, но регулярно, потому что регулярность, это очень важно. Сделала я вот эту всю тренировку, далее я уже иду в ванну и начинаю уход за собой. Первое, это умывание, кстати, по поводу геля для умывания, у меня был гель от, крайний, так сказать, мой гель был от iVid, это Libriderm, и линейка вот это была Raw Senses, мне понравился, в принципе, этот гель для умывания, был хороший, сейчас, кстати, я в поисках нового, у меня пока там есть такой бюджетный гель, он как бы такой промежуточный, знаете, когда заканчивается резко что-то, и вот мне интересно, посоветуйте, пожалуйста, мне какой-нибудь хороший гель для умывания, поэтому буду ждать от вас обратные связи, пишите в комментариях. Потом тоник, и я использую патчи, у меня есть и формат именно жидких патчей, крем, наподобие, как я вам показывала, от Аравия, и также использую вот такие вот, у меня, несколько у меня было упаковочек таких патчей, это бренд называется Dear Boom, у меня уже совсем чуть-чуть здесь осталось, и я сейчас тоже, кстати, вот в поисках новых патчей, посоветуйте, кстати, какими патчами вы пользуетесь, я обычно корейские использовала, ну, в принципе, разные пробую, и сейчас я изучаю, и хочу в ближайшее время, себе заказать новые патчи, поэтому пишите, кстати, советуйте, к чему можно присмотреться, в общем, патчи, соответственно, следующий этап, это именно очищение полости рта, то есть я, в принципе, часто делаю на это акцент, что я уделяю большое внимание именно зубам, потому что я, к сожалению, наверное, отношусь к тому типу людей, у которых постоянные проблемы именно с зубами, то есть есть люди, которые, в принципе, мне кажется, могут не чистить зубы, там ничего не делать со своими зубами, и у них отлично нет ни кариеса, ничего, у меня большая скучность зубов, соответственно, из-за этого у меня часто возникает контактный кариес, то есть стоматолог, это мой лучший друг, у меня мой стоматолог, к которому я хожу постоянно, достаточно больная тема, все четыре зуба мудрости, которые, в принципе, могут появиться у людей, у кого-то они так и не прорезаются, у меня они все есть, два из них еще очень проблемные, в общем, это такая отдельная история, поэтому я, в принципе, до недавнего времени, знаете, наверное, еще лет пять назад, да, я, в принципе, также ухаживала, все, но в какой-то момент пришло такое сознание, что, ну, как бы это серьезно, то есть если там откладывать и не лечить вовремя, то, соответственно, это потом становится проблематичней, это дороже, и это может элементарно привести к тому, что придется просто удалять зуб и ставить имплант, соответственно, как бы стало уже более щепетильно к этому относиться, и, в принципе, я обычно пользуюсь разными пастами, то есть зубными пастами, которые продаются у вас в магазине, не так давно я вам тоже показывала зубную пасту, которую я для себя открыла в более дорогом сегменте, и, соответственно, да, она хорошая, все, но там и ценник, извините меня, мне кажется, не каждый может себе позволить купить такую пасту, потому что все-таки зубная паста, как ни крути, это такой расходный материал, который быстро расходуется, и вот недавно я была у своего стоматолога, в принципе, я периодически, как я и сказала вам, посещаю стоматолога, не игнорирую этот момент, потому что иначе можно, может это все привести не к очень хорошему, и она мне порекомендовала новую пасту, корейскую, вот так вот она выглядит, 2080 Pro Milt, и это, кстати, у меня зубная паста именно для чувствительных зубов, именно такая, более бережная их, несколько вариаций, есть и более такое отбеливающее действие зубная паста, которая имеет, то есть такие более интенсивные, здесь у меня, да, вот ее для чувствительных зубов и десен с мятным вкусом, она, в принципе, тоже, как я, очень увлекается косметикой, и всем вот таким вот, поэтому следит за такими трендами, так сказать, и она отметила, что эта зубная паста недавно появилась на Wildberries, говорит, посмотри, попробуй, и, кстати, эту зубную пасту, я, допустим, заказывала, их было две в комплекте, и стоили они очень бюджетно, в принципе, если сравнивать с той зубной пастой, которой я пользовалась до этого, это просто в 3-4 раза дешевле, за две штуки, вот, я взяла попробовать, взяла, как и сказала, сначала для чувствительных зубов, потому что у меня зубы чувствительные, и десна у меня очень чувствительные, и с этим тоже есть такие нюансы, чувствительные десна, в общем, и все из этого вытекающее. Как сказала, две пасты у меня было, одну мы уже полностью с мужем использовали, и, соответственно, уже используем сейчас вторую, и я думаю, что я уже могу поделиться с вами отзывом, потому что, как бы, зубная паста уже проверена. Пользовались мы ей месяц этой зубной пастой, и нам хватило на месяц до зубной пасты, потому что, в принципе, у нее очень такой экономный расход, я бы сказала, в общем, очень экономично она расходуется, и, соответственно, нужно совсем чуть-чуть, она хорошо пенится и хорошо очищает зубы. Мне еще что понравилось в этой зубной пасте, что она не слишком мятная, потому что я не люблю, честно говоря, очень такие ядерно-мятные зубные пасты, потому что, ну, порой это перебор. Здесь это все среднее, но при этом ощущение свежести у вас присутствует долго, то есть нет такого, что вы почистили, и все, и вот этой вот свежести и дыхания нету. Нет, она присутствует, но она не ядреная, не слишком ярко выражена. Здесь также содержатся такие микрочастицы, которые хорошо очищают зубы, и, соответственно, хорошо очищают и налет, и после этой зубной пасты действительно я не заметила, чтобы появлялся какой-то прям налет, то есть ощущение, когда вы почистили зубки, прям вот свежести, такой чистоты, гладкости зубов, и да, нам она понравилась. Действительно, могу рекомендовать, обратите внимание, потому что, так как недавно эта зубная паста появилась на Marketplace, на нее сейчас очень приятная цена. Я думаю, вы замечали, когда на Wildberries появляются новые товары, можно покупать очень-очень бюджетно, а потом все-таки со временем больше появляется отзывов, продукт набирает популярность, и, соответственно, ценник становится гораздо-гораздо выше. Вот, поэтому мне эта зубная паста нравится. Если вдруг вы уже успели тоже попробовать, делитесь своим впечатлением. Я еще обязательно хочу попробовать формат, так как я сказала, их несколько есть, такая более насыщенная паста, то есть отбеливающая, там прям их несколько штук. В общем, заходите, смотрите, я вам ссылку оставлю, чтобы вы ознакомились, и если вас заинтересует, то приобретайте. Это значит, вот у меня по уходу за зубами. Также всегда у меня присутствует в моем уходе это ополаскиватель для полостерта, но я использую разные, то есть не принципиально, то есть я постоянно покупаю в магазине, и, в принципе, для меня это как завершающий такой этап. И также использую еще ирригатор. Это тоже, кстати, немаловажная часть, особенно если у вас большая скучность зубов. Я, знаете, что заметила, я какое-то время очень долго пользовалась зубной нитью, но сейчас я пользуюсь. Да, классно, да, хорошо, но я заметила, что, может быть, даже в моей проблеме-то и помогает, но наоборот образуется пространство, вот именно между зубами, и еще больше забивается потом вот этот налет, поэтому все-таки ирригатор для меня это оптимальнее и лучше, если смотреть между зубными нитями и ирригатором. И следующий момент, это потом уже я снимаю патчи, то есть зубки мы почистили, и я уже приступаю к уходу за лицом. И, соответственно, у меня сейчас два ухода, как я вам показывала, пока у меня ничего не поменялось. Если вы смотрите регулярно мои влоги, то вы видели. Первый продукт это у меня от Аравия, это крем вокруг глаз, и также крем, в принципе, для лица с маслом ши. Вот эти два продукта я использую, очень нравятся. Классно себя ведет крем, и крем вокруг глаз хорошо увлажняет область под глазами, вокруг глаз питает, потому что я, как бы, говорю вам, что делаю такой большой акцент на уход именно в области вокруг глаз, потому что использую такие прям, ух, ядреные консилеры. И, соответственно, сам крем мне тоже нравится. Оптимальная, средняя, у него такая консистенция, и на него классно ложится тональная основа. И второй также у меня уход, я вам недавно показывала, тоже это новинки мои от Avon, и, в принципе, это у них новиночки. Это крем вокруг глаз с протенолом. Так вот он выглядит. Я его использую под глаза и также на межбровку, потому что у меня есть уже вот эта вот такая история. С возрастом появилась, можно сказать так, уже все немолодая. В общем, вот. И, соответственно, я наношу и сюда, и вокруг глаз. Действительно хорошо продукт работает и действительно увлажняет. И у него такой тоже минимальный расход, очень хорошо расходуется. Надолго, думаю, мне его хватит. И следующий продукт – это также энергия протенола. Это обновляющая сыворотка для лица. Она такая с первомутровым таким эффектом. Кстати, действительно дает такое небольшое свечение кожи. Вот. И что касается еще продукта этого, мне нравится эта сыворотка, что она не липкая. Кстати, это в Телеграмм также писала. Кто-то тоже подтвердил мои слова, кто-то написал, что чуть липкость есть. А в принципе, сыворотки все имеют такую небольшую липкость. Но если сравнивать со стандартными сыворотками, которые я использовала, липкость присутствует долго. Здесь вы наносите, проходит буквально пару минут, она впитывается, и можно наносить уже сверху крем, и уже нет этой неприятной липкости, и дискомфорта нет на коже. И потом я уже сверху наношу вот такой вот крем. Ultimate – это именно дневной крем их SPF 25. Потому что SPF – это обязательно. Обязательно сыворотку нужно перекрывать кремом. И, соответственно, в принципе, летом, да и всегда, я на протяжении всего года, в принципе, круглый год пользуюсь кремами с SPF. У меня также, кстати, в моем креме BB-крем тоже. У меня BB-крем от Миша, кстати, часто спрашивают, каким кремом я использую. Пользуюсь сейчас у меня тоже на лице. Это BB-крем Миша. Там тоже содержится SPF, если я не ошибаюсь. Да, содержится там SPF. Также я периодически использую BB-крем от Пупа. И там SPF я стараюсь покупать всегда тональные основы BB-крема именно с SPF-защитой, чтобы не вызвать лишнюю пигментацию. Потому что у меня кожа с годами начала действительно быть очень склонной к пигментации. И, наверное, лет так до 23-24 я этого не замечала. А потом уже стоит мне сильно загореть, что в области лица, что в области зоны декольте. Все у меня после загара появляются пигментные пятна. Поэтому сейчас я с этим очень так аккуратно и действительно слежу за этим. Вот, в принципе, вот такой вот стандартный у меня уход. Ничего супер там необычного. Как я и сказала, главная регулярность. И по уходу за собой, и в питании, и в уходе за лицом. Самое главное – это регулярно все это делать. Не так важно именно сам продукт, имею в виду в плане ухода за лицом, когда вы покупаете дорогие какие-то крема. Но если будете ими пользоваться раз в неделю, никакого эффекта не будет. Вот. Мы с вами продолжаем влог. Мои дорогие, сейчас немного полезной информации. Сейчас монтировала видео с ароматами от бренда Elda. Я снимала видео о всей своей коллекции ароматов от данного бренда. Вы уже его посмотрели. И я там рассказывала по поводу акции. Сейчас акции это уже не действует, но на рандеву сейчас очень вкусные цены на парфюмерию Elda. Классные цены, действительно. И так цена хорошая. И если вы примените мой промокод на скидку 10%, будет еще гораздо выгоднее. Поэтому обратите внимание, сейчас в принципе можно сотки приобрести по цене полтинников. Потому что до этого я 50 мл заказывала за такую стоимость. Там плюс-минус такая же цена. А сейчас за эту цену можно приобрести 100 мл. И, кстати, тоже приятная цена на вот эту более дорогую линейку. Поэтому смотрите, мониторьте. Я вам говорила, что я хочу себе приобрести еще 3 аромата. Я обязательно их приобрету. И также, кстати, хочу познакомиться более подробно с синей такой свежей летней линейкой от бренда Atelier Dezor. Поэтому вот. Пишите, кстати, что у вас в фаворитах от этого бренда. И, кстати, пишите также, что у вас в фаворитах от Elda. Будет это тоже безумно интересно. Поэтому вот. Проходите, смотрите. Я вам продублирую ссылочку на раздел Elda. И оставлю свой промокод, как всегда, в описании. Здесь на экране на скидку 10%. Промокод мой суммируется абсолютно со всеми акциями, скидками на сайте. И действует при заказе от 2,5 тысяч рублей. Поэтому не забывайте, применяйте мой промокод. Таким образом, вы поддерживаете меня и экономите на своих покупках. Еще, кстати, хочу более подробно, детально, опять же, присмотреться к ароматам BDK. Потому что на рандеву тоже приятная цена. Часто бывают скидки на бренд. И у меня вот три аромата. Кожа у меня здесь вельвет тонка. И также грейс шарнель. Три ароматика. Возможно, буду их обновлять в большем объеме. Потому что пользуюсь этими ароматами. Уже не так много их. И хочу еще присмотреть что-нибудь интересное. Поэтому советую идти рекомендую. Сейчас с дочерью решили сходить прогуляться. Надо сходить в магнит. И хочу зайти в магнит косметик. Протестировать там ароматы в новой зари. Я хотела себе заказать золотые почули вслепую. А потом я вспомнила, что они у нас продаются в магнит косметик. Там точно есть глада скифов. И также есть золотые почули. Поэтому беру вас с собой. Оставайтесь со мной, если вам интересен этот влог. Будет много всего интересного. В общем, скажи всем привет. Всем привет. В общем, мы пошли берем вас с собой. Итак, первый, 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 первый пункт похудения. Мы ходим по лестнице пешком. Да? Так, что касается золотых почули. Сразу скажу, аромат мне понравился. Он уже ко мне едет. А каких-то прям ярко выраженных почули я здесь не услышала. Для меня он очень мягкий. Однозначно амбровый аромат. Приятный, мягкая, приятная ваниль для меня здесь есть. Ну, почули, может быть, конечно, они больше уходящие в гурманику. Но не ярко выраженные и не пугающие. И что касается злата скифов, аромат, знаете, со старта может вас напугать. Потому что это такой старошкольный аромат. Но потом он очень красиво раскрывается. Он тоже такой теплый, интересный. Немного в нем даже как будто я ощущаю аллергитов. Может, мне кажется. И интересно, в базе я чувствую здесь яблоко, про которое все говорят. Действительно, есть такое приятное яблочное звучание. Но не люксово-попсовое, а такое очень интересное. В общем, я бы тоже заказала. Это отдельное видео более подробное. Посмотрим, что там еще. Есть животное. Единственное, такая нажимаешь, и она точится. Кнопочка здесь. Смотри, курила магнит. Что у меня? Курила магнит. Еще сегодня покушала новый дом. Новый сайт. Курила магнит. Ладно, там все набрала. Точилок. Да? Альбомчики. Кулато 4. Снова в школу. Успели отдохнуть уже в школу. Кулато 4, подписывайтесь. Лар. Милаш, что я сама такое все люблю. А я посмотрю, где по дочке. Школа уже скоро. Первая сентября. И вот этот клей, точилку, дружку с собой в школу хочу взять. Я точилку, наверное, поменяю на вот эту. И клей тоже. Так, в общем, здесь красотик. Что-то мне нужно было, Милаш. Нет? Или ты так любишь ту свою, пока у тебя будет она? Ну, это спокойно. Это как, кстати, было уже как-то. Итак, мы вернулись домой. Сейчас покажу, что купили. Мы заходили в Магнит. В принципе, такой небольшой набор продуктов. Это огурчики. Мне, кстати, нравятся вот эти огурчики в Магните. Именно такие маленькие колючие яйца. Взяли сливочный плавленый сыр. Будем делать сырный суп дочи. Она очень любит его. Грудка. И также розовые помидоры. Вот. Магнит косметик. Доча взяла себе вот такие вот бантики выбрала. Потом взяла канцелярию. Она, в общем, уже унесла ее. И я взяла свой любимый утенок. Это мое любимейшее средство для уборки. Одно из самых любимых. Вот. И, кстати, тестировала там аромат от Новой Зари. Уже поделилась своим впечатлением. Нанесла также на руку. И один и другой аромат. Золотые почули звучат интересно. Действительно, очень полюксовым, женственно. Красиво. По поводу золота с китов тоже интересно. Но он такой для меня, конечно, сложноватый. Вот. В общем, насчет него, конечно, скорее всего, нет. А вот золотые почули очень даже приятный аромат. Буду думать, скорее всего, о покупке. Только другой момент. Буду ли я носить этот аромат или просто для коллекции. В общем, пока думаю. Извините. Вот, вернула. Вот такой. Показывает. Это точилка. Я его с собой в школу обязательно возьму. А, это точилка вот такая. Ну, там в школу надо, чтобы закрытый был контейнер. Так что, скорее всего, придется дома. Ну, ладно. С собой все равно. Это клей я носила. И вот тоже с собой возьму. В общем, такой вот клей. И также ручку покажи. Вот такая вот ручка. Вот, все. Красота. В общем, вот, продолжаем блог. Пошли заниматься домашними делами. Дорогие, напоминаю вам еще раз про мой аромабокс. Не забывайте, если вам интересные ароматы, интересное наполнение, моя такая работа над этим боксом, то проходите на сайт Рандеву, приобретайте себе этот бокс, потому что, действительно, здесь очень классная подборка. Я также периодически мониторю отзывы на рандеву на мой аромабокс. Потому что так интересно встречаются отзывы наподобие, что я не знаю, кто такая Мария Вышель, но аромабокс классный. Тоже, конечно, очень приятно. Вот, поэтому проходите, смотрите, действительно классная гурманика. Казалось бы, да, сейчас лето, но тем не менее, лето у нас такое нестабильное. Я, допустим, этим летом ношу очень часто гурманские ароматы. Ну и, в принципе, здесь я не скажу, что ароматы какие-то очень сложные в плане носки, в том плане, что они тяжелые, какие-то плотные. Нет, ароматы очень воздушные, приятные, поэтому, вот, в принципе, наполнение. Так что проходите, смотрите, я вам ссылочку на аромабокс оставлю в описании. И также используйте мой промокод. С промокодом, конечно же, будет выгоднее. На сайте рандеву, кстати, очень часто проходят различные акции именно на аромабоксы. Вот, поэтому проходите, мониторьте, и не забывайте применять мой промокод. Промокод мой действует от 2,5 тысяч рублей и суммируется абсолютно со всеми акциями, скидками на сайте. Сегодня буду снимать видео о вот таком вот боксе от рандеву цитрусовые ароматы. И знаете, что могу сказать? Очень мне впечатлил этот бокс. Если вы хотите что-то такое свеженькое на лето, то присмотритесь. Прям можно купить этот бокс и пользоваться в течение лета. Ароматы очень интересные. Меня, кстати, заинтересовал Mancera Fabulous User. Интересное такое, знаете, звучание вроде свежесть, цитрус, но в то же время есть приятная такая ванилька, сладость. Понравился, раздумываю над покупкой. И также, кстати, Мемо очень интересный аромат в плане своего раскрытия. Интересно так раскрывается, знаете, прям ступенчато от свежего цитрусового, уходящего более в такое насыщенное, пряно-древесно-кожаное. Прям супер. У меня здесь появилась моя эпопея. Понятно, с Новозарей еще продолжается. И я привезла от мамы вот этот вот ароматик. Он лию. У меня, показываю, есть мини-формат, а еще вот такой вот есть полноразмерный флакончик. Он пока стоял у мамы. А тут, я думаю, что-то мне такая прям любовь к Новозаре проснулась. Дай-ка я его верну в свой парфюмерный гардероб. И, кстати, сейчас, смотрю, нигде нету вот такого вот именно флакона. Это уже такая редкость, снятость. Может быть, с рук еще можно где-то купить. Можете в моей группе пристроя посмотреть. Даже можно объявление подать при желании. Есть такая опция подать объявление, чтобы найти аромат. Но, кстати, вот как я сказала, пока в магазинах я его не видела. Точнее, не пока, наверное, уже не будет, скорее всего. Есть только вот в таком вот формате. И также у мамы забрала вот такой вот аромат. Это Шалелар. Это тоже идет у нас Новая Заря. Их такой подбренд. И этот аромат мне присылала моя подписчица для знакомства. Мне в свое время было очень интересно с ним познакомиться. И я, насколько слышала, что у этого аромата есть несколько версий. Есть первая версия там с какой-то синей, по-моему, жидкостью. И вот эта вот с такой светлой жидкостью. Что скажу по аромату? Какого-то прям сходства, супер сходства с Шалеларом я здесь не нахожу. Но сам аромат звучит довольно неплохо. Неплохо. Такой мягкий, ванильный. В принципе, в духе ароматов от Новой Зари. Поэтому, да, очень даже звучащий неплохо. Вот. Хочу, в общем, его изучить. Дела, чтобы изучить, протестировать. И, возможно, когда буду снимать видео уже общее о ароматах Новой Зари, поделюсь тоже впечатлением. Пишите, кстати, если у вас этот аромат есть, какая версия. И вот зачем. Вот они, конечно, делали название. Такой Шалелар. У тебя аромат другой? Не знаю. Конечно, это загадка. Интереснее, конечно, когда ароматы более такие универсальные. Они повторяют что-то. Потому что у них, в принципе, есть такая стандартная, красивая, классная классика. И действительно, ароматы достойные. Еще, кстати, ко мне вернулись вот такие вот два красавчика от Бракар. Такой вот аромат от Желата. Мне, кстати, несколько раз уже даже спрашивали, писали мне девочки о том, что не хочу ли я продать этот аромат, потому что это уже снятость. И, кстати, аромат очень даже прикольный. Такое мороженое интересное. В общем, такой красивый, гурманско-цветочный аромат, на мой взгляд. И также Сиеста. Многие, кстати, прям пели оды. Многим она нравится. Действительно, аромат достойный, красивый. На тему нероли. Такой, знаете, прям бюджетный, классный колонь. И оформление, кстати, у них прикольная вот эта линейка. У меня, кстати, вся эта линейка есть. Есть еще оставшиеся два аромата. Они стоят у мамы. У мамы есть такая полка в шкафу, именно где стоят те ароматы, которые могут, они, в принципе, и сестренка ими пользуются. Ну, как бы не особо им хочется ими пользоваться. А больше я привожу и ставлю вот такие вот. У меня, допустим, есть Бракар. Практически все линейки, вот новые, которые выходили. Там где Тартуфа, вот эта вот линейка была. Также чаи, плюс еще таких вот длинненьких флакончиках. Не помню, как линейка называлась. В общем, несколько линеек, фрутиссимо. И вот они стоят у них, эти ароматы. В общем, может, когда-то не захочется нам что-то для видео взять, рассказать. Ну, в общем, они как бы есть не просят, стоят и все. И уже становятся снятостями, редкостями и дорожают в цене. Даже, кстати, и Бракар со временем тоже дорожает. И многие хотят приобрести через время эти ароматы. Но мне кажется, все-таки чайная линейка, конечно, у них была самая удачная. Захотелось мне вот эти вот вернуть, тоже поразнашивать. Вот эти два поиграю с ними, потом, может, назад к маме отвезу. Ну, или буду дальше играть. Здесь интересные такие картинки. Вот Бракар, действительно, Новая Заря, они не заморачиваются над внешним видом, больше вот содержимое, именно сами вот такие классические красивые ароматы. Бракар же, наверное, не особо заморачивается на содержимое, а вот именно привлекает ярким, броским, красивым дизайном. Если вот это бы все вместе соединить, Бракар и Новая Заря, мне кажется, получился бы идеальный просто тандем и идеальные ароматы. Пишите, кстати, свое мнение на эту тему. До скорой встречи!